Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 25 декабря, неделя 28 по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, Святых Пратец. Православная Церковь совершает память преподобного Ферапонта Монзинского. О происхождении и ранних годах его жизни сведений не сохранилось. Начал он свои подвиги в Москве. Вероятно, что юродствовал, подражая блаженному Василию Московскому. Затем перешел в Костромской Воздвиженский монастырь, где, приняв монашеский постриг, прожил 13 лет. Еще при жизни святой прославился чудотворениями. Однажды преподобный Ферапонт явился во сне двум инокам Павла Обнорского монастыря, по Фнутию и Андриану, и повелел основать обитель на берегу реки Монзы, близ Солегалича. Избегая славы человеческой, преподобный удалился из Воздвиженского монастыря и некоторое время жил отшельником. Когда монастырь на реке Монзи был построен старцем Андрианом, преподобный прославил его двумя чудесами. Явившись во сне рыбаку из Солегалича и кузнецу из Буя, у которых болели сыновья, он предсказал, что дети их исцелятся в новоустроенном Благовещенском монастыре на реке Монзи. И действительно, привезенные в монастырь оба юноши исцелились. Через некоторое время преподобный Ферапонт сам пришел в Благовещенскую обитель и просил игумена, старца Андриана, стать его духовным отцом. Во время исповеди Андриан был потрясен душевной чистотой преподобного, силой его веры. Два года пребывания преподобного Ферапонта в Монзинском монастыре были временем великого смирения, кротости и аскетических подвигов. Благовещенский монастырь был всегда дорог преподобному. Он чудесно содействовал его устроению и перенесению на новое место, защищал от недоброжелателей, чудесно изыскивал средства для его содержания. Предузнав день своей кончины, святой простился с братьей и мирно почил 12 декабря 1597 года по старому стилю. Перед смертью он очень просил, чтобы ему уже умершему дали богоевленской святой воды. Исполняя волю почившего, ему дали святой воды, и он проглотил ее. В летописи монастыря описаны многочисленные исцеления, происходившие у гроба преподобного. Однажды святой спас суда от гибели при прохождении через пороги на реке Костроме, прямо против Благовещенского монастыря. Причем некоторые видели благолепного старца, садившегося на корму каждого струга и правившего в опасном месте. Также, явившись во сне игумену монастыря, преподобный предсказал голод 1601 года и повелел запасти больше хлеба. Через 20 лет после кончины преподобного были обретены его нетленные мощи, причем даже ризы были целыми. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святителя Спиридона, епископа Тримефунского Чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика-разумника Синезия. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!